Продолжается обмен пленными. Кого удалось освободить сегодня? Узнаем у Андрея Лоща. Андрей, здравствуй. Тебе удалось пообщаться с освобожденными? Да, Алексей, сегодня к жене и родным из плена вернется наш коллега, журналист Егор Воробьев. У боевиков он пробыл больше месяца. Его взяли под Иловайском. Первый набранный номер с жене, правда, говорить долго не смог. Хорошо, давай. Мы доедем, и я тебя наберу сразу. Сейчас еще опасно. Егора еще двух заложников обменяли на пару сепаратистов. Наш коллега на долгий разговор не согласился. Об условиях пребывания в плену отвечал сдержанно, и это понятно. А вот об окружении в Иловайском котле, где погибли сотни патриотов, рассказал больше. Я здесь сидел, начиная еще с Иловайска. Под Иловайском многополе, там, где нас накрывали минометами, мы как зурикаты. Вот это только вылезли из блиндажа, полетело обратно. Нас потом погрузили и отвезли, там, завязали глаза. То есть, про пленных слышал много, но видел мало. Место, где должна была состояться передача, несколько раз переносили не по вине украинской стороны, поскольку сначала планировали обмен неподалеку Дебальцево, однако начался обстрел окрестностей города. Поэтому военные поехали в более безопасный Углегорск, город под контролем украинских военных. Мы зашли на их территорию, непосредственно уже на ту территорию, встретились с известным полевым командиром, скажем так, и забрали этих ребят. Забрали наших ребят и повезли домой. Освободили из плены и жителей Горловки. У боевиков он пробыл 10 дней, а захватили мужчину за то, что он в одной из социальных сетей написал, что надгвардиец. Так пошутил. Судя по всему, мужчину сдали его виртуальные друзья, поэтому буквально на следующий день террористы пришли за ним домой. Теперь вот его освободили, а родня до сих пор в Горловке. Они все там, все там находятся. Я не знаю, как мне теперь с ними увидеться. Очень бы хотелось. Вот так. Алексей, напомню лишь, что все операции по освобождению заложников проводят Центр по содействию освобождения пленных и обмена заложников при СБУ. Это важно, поскольку сейчас многие пытаются ввести людей в заблуждение. И вот, собственно, пока что это вся самая последняя информация. Спасибо, Андрей. Андрей Лаща об очередном обмене пленными. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...